Дмитрий Левусь, политолог-международник, директор Центра общественных исследований Украинский Меридиан, присоединяется к нашему эфиру. Дмитрий, приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. ООН и вот эта ее позиция, которая часто напоминает хамелеона, хамелеоон. Как вы считаете, можно ли что-то сделать прямо сейчас, для того, чтобы как-то, либо же эту позицию укрепить, чтобы ясность наступила? Потому что часто мы видим какое-то очень витиеватое отношение к тому, что происходит на самом деле. Как можно все-таки вложить в головы и в уши то, что тот же Боинг, который был сбит, он был сбит теми, кем мы знаем, а не все так однозначно? На самом деле, действительно, Украина делает все возможное для того, чтобы ситуация поменялась. Потому что ООН стала выглядеть таким образом не вчера и даже не позавчера, а уже достаточно долго. И это при всем при том, что, да, ООН создавалась по результатам Второй мировой войны. И там изначально заложены механизмы, которые, например, не дадут ничего сделать с откровенным агрессором, если этот откровенный агрессор, как Российская Федерация, является постоянным членом Совета Безопасности ООН. Поскольку организация создавалась именно победителями Второй мировой войны, которые изначально имели одни к другому неумолимые претензии и идеологическое противостояние. И вот этот механизм до сих пор работает. Но одновременно все-таки в истории ООН были и другие, другая практика. Когда, например, генеральный секретарь ООН Хамершельд погиб в Африке, потому что пытался установить мир. То есть, вот, есть примеры жертвенности практически организации. То есть, поэтому, наверное, действительно можно говорить о реформировании ООН, можно и нужно говорить о тех изменениях статуса постоянных членов Совета Безопасности ООН, что, в общем-то, благодаря украинской позиции стало звучать, в том числе, непосредственно на полях ООН. Есть украинская формула мира, которую предложил президент Украины Владимир Зеленский, которая предусматривает не установление мира только в Украине, а вообще изменение мировой практики и реакцию на агрессию. То есть, но, к сожалению, видимо, все-таки все эти усилия будут иметь позитивные последствия, скорее всего, тоже после глобальных изменений, которые произойдут. То есть, поражение Российской Федерации, то есть, какие-то изменения политические на карте мира к Востоку от границ Украины. Все это, вот тогда, да, я думаю, это будет гораздо более очевидно, что эти изменения уже назрели, произошли. Пока что, да, пока что есть понимание неэффективности, есть понимание вот той неэффективности, которая откровенно подыгрывает, получается, агрессору, если он пребывает в таком статусе. Но позитивно то, что, в общем-то, нельзя говорить пока что о дорожной карте, но она, в принципе, нарабатывается. Поэтому, вот я думаю, что изменения, скорее всего, к сожалению, произойдут только в случае такой больших, ну, большого кардинального изменения вообще в мире. Дмитрий, а на сегодняшний день, каково реальное влияние Организации Объединенных Наций на глобальные процессы, происходящие в мире? Ну, нельзя, кстати, говорить о том, что этого влияния совершенно и не существует. Почему? Потому что тут иногда можно впасть в иллюзию, что Организация Объединенных Наций, если смотреть на ее деятельность только со стороны, как вот таких агентств по помощи палестинским беженцам, что это вот такая громоздкая структура, которая распоряжается миллиардами бюджетами, и, по сути, ограничивается в этом. Нет, конечно, ну, даже само по себе работа вот таких вот структур, это уже то, что, ну, это и региональное влияние, и глобальное влияние, поскольку действительно бюджеты велики, ну, и, опять же, миротворческие операции. И, знаете, все-таки вот этот дух бюрократии, он тоже влияет, потому что мы можем вспомнить то, что определенный авторитет у Организации Объединенных Наций существует, и, например, вот эта вот постоянная попытка вернуть, провернуть ситуацию назад к созданию зернового коридора, в котором большую роль играла и Российская Федерация на Черном море, где это инициатива именно Организации Объединенных Наций, хотя на самом деле ситуация на море уже поменялась, и, в общем-то, нужно было бы говорить о закреплении того статуса, который, благодаря усилиям военно-морских сил Украины, сил обороны Украины вообще, Россия не может быть настолько активной, чтобы противодействовать зерновому коридору, который установлен сейчас. Но это именно все-таки вот определенный авторитет, он как главной международной организации, он используется в том числе и для продвижения тех идей, которые выгодны могут быть и России. Поэтому говорить о том, что абсолютно никакого авторитета не существует, ну, я бы не стал. Как вы считаете, в том самом ООН, вот мы сейчас говорим об этой организации, интервью Путина, которое он дал этому журналисту Карлсону, внимательно послушали? Не услышали те сигналы, которые российский диктатор пытается послать НАТО? Вы знаете, я думаю, что, ну, все-таки, да, мы когда вот говорим о духе ООН, да, и о этом бюрократическом общем механизме, то все-таки это тоже, наверное, определенным образом это может быть преувеличение, все-таки представители стран это одно, сама бюрократическая структура это другое, поэтому услышали, конечно, но услышали те страны, к которым это имеет отношение. Сама по себе структура, она живет все-таки своей жизнью. Я думаю, что в ООН вряд ли это как-то кардинально повлияет на изменение ее политики, потому что она глобальна, да, и она не разворачивается, и, опять же, она живет, ну, вот, сама себе производит поводы, сама по себе живет и реализует бюджеты. А в мире услышали достаточно хорошо. Почему? Потому что, например, мои литовские знакомые, непосредственно, как вчера, сказали о том, что это означает, что будет агрессия, поскольку Путин вспоминал о Великом княжестве литовском. Точно так же вспомнил и вот о Данциге, из-за которого якобы Гитлер напал на Польшу, поскольку Польша не хотела идти на компромисс, что там на самом деле оправдание нацизма и Гитлера в любом случае, то, что это параллели с Сувалским коридором, который очень уж Путину мешает, мягко говоря, чтобы отрезать Балтию от массива НАТО. Так что, я думаю, надеяться на то, что услышано было именно так, как мы хотели бы, и это было бы правильно, не то, что мы хотели бы, я думаю, пока что не приходится. Там, в странах, которых касается, да, это услышано. Ну вот уже и глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойзгин заявил, что нельзя исключать как раз-таки нападение России на одну из стран-членов Североатлантического альянса. А что, по сути, это означает для Североатлантического альянса? Каким образом НАТО сейчас может готовиться, реагировать? Какие действия для того, чтобы предотвратить подобный вариант развития событий, могут быть предприняты? Происходит усиление соответствующей группировки, да, то есть, вот, Швеция, которая еще до конца в НАТО не вступила, но она уже заявляет о том, что будет размещать свой контингент непосредственно в Балтии. Германские войска, заключен договор с Литвой, и строятся военные городки, полигоны. Польша разворачивает свои части вблизи с именно Суваловским коридором, опять же, изменение политики территориальной обороны, то есть, непосредственная военная реакция должна быть. Иное дело, что вот этот, вот, дух вот этого противоречия, которую пытается Москва всячески раздувать, о том, что, мол, ну, есть НАТО, те страны НАТО, за которые не обязательно воевать, этот, он на самом деле, да, конечно, тоже присутствует, и, естественно, что Москва будет делать все возможное для того, чтобы показать якобы неспособность НАТО на реакции реакции в случае такой, ну, в случае откровенной агрессии против стран Балтии. Но реакция, да, она есть, и это реакция на упреждение, но, к сожалению, только история покажет, насколько это адекватная реакция, и насколько, и насколько можно успеть, потому что и после 2014 года, и после 2022 года, исключать то, что Россия во главе с Путиным может напасть, ну, наверное, не стоит. Дмитрий, вы сказали, что сейчас Москва пытается всячески показать неспособность Североатлантического альянса отреагировать на подобную агрессию со стороны Российской Федерации. Показать кому? Показать непосредственно в самом альянсе, да, то есть, ну, в первую очередь, конечно же, тем странам, которые находятся под угрозой, и вот эта деморализация, она снижает уровень обороноспособности. Посеять смуту, разделяя властву, и для того, чтобы внутри самого альянса начались проблемы. И вот, да, в свете этих событий очень интересную позицию Польша заняла, вам не кажется? Ну, да, действительно, понимаете, то есть, да, я согласен с тем, что вот эти проблемы, которые существуют на кордоне, и на самом деле вот эта вот блокада украинского зерна, которая произошла, и само по себе отношения, которые проявили эти протестующие, и отсутствие реакции со стороны польской власти, это, ну, я бы не стал говорить там о влиянии Москвы, я бы не стал говорить о том, что это какая-то там системное отношение, да, скорее это близорукость у польской власти, а со стороны протестующих, ну, я думаю, что все-таки у нас история действительно сложная, но тот момент, то, что как это, в какой способ это сделано, когда очевидно, что для украинцев отношение к зерну, к хлебу, кто бы там что ни говорил, да, кому может принадлежать это зерно, что оно, мол, как-то не так может попадать в Польшу, все, оно на самом деле так попадает, и законно, и это, во-первых, частная собственность, на которую тоже нельзя поднимать руку, но и опять же, когда для украинцев голодомор и именно отношение к хлебу со стороны оккупантов, это именно такой, ну, очень болезненный момент, то, что произошло, оно должно быть, оно должно получить соответствующую реакцию именно со стороны польской власти, потому что, ну, иначе это выглядит еще более, ну, как-то достаточно, достаточно уж в одном ключе с теми действиями, которые делают российские оккупанты, когда голод используется именно как террор, для того, чтобы давить на украинцев, а в истории это вообще был геноцид, именно с помощью террора голодом. Дмитрий, спасибо большое, спасибо за оценку ситуации, спасибо за то, что присоединились к нашему эфиру. Дмитрий Левусь, политолог-международник, директор Центра общественных исследований «Украинский Меридиан», был с нами на прямой связи. Спасибо большое. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom of Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok